Дорогие соотечественники! Сегодня поговорим о власти. Потому что, как сказал один остроумец, если ты не занимаешься властью, то власть займется тобой. По-любому. О какой власти мы будем говорить? Мы будем говорить о власти избирателя и власти избираемого. Вот фактически речь идет не просто о том, что вот, дескать, один доверяет другому, свои властные полномочия, так сказать, народа суверана, а другой на службе и так далее выполняет какие-то функции. На самом деле мир власти, мир властных отношений очень и очень древен. Ну, возьмем таких людей, ну, само слово политика. Это, как мы знаем, трактат великого Аристотеля. Если мы до него посмотрим, Платон, да и Сократ, да и другие гиганты и гении греческой античной мысли. Чуть попозже мы увидим труды Цицерона и других римских мыслителей. Кстати, вот эти все слова и словечки. Политика, демократия, олигархия, ойкономия, то есть экономика. Если вот такие слоганы типа хлеба и зрелищ, хлеб духовный, хлеб материальный. Все эти вещи, они порождены человеческой мыслью давным-давно. Если обратимся к Востоку, то же самое. Мы увидим труды таких титанов, как Лао-Дзи, Камфуций, Сюнзи, Сюнзи и многих других. Труды индусских, индуистских мыслителей, буддийских. Чуть позже магометанских, мусульманских мыслителей. То есть человечество все время занято вот этой природой власти. Что происходит? Что случается с государствами? Почему вначале какой-то народ, какой-то этнос, значит, идет по пути созидания, по пути собирания, а потом начинаются противоречия, обиды, сильные начинают обижать слабых. В конце концов, все кончается либо долгой стагнацией, либо еще хуже, взрывом, революцией. И тогда кровь течет рекой. Вот что такое политика? Вот что такое политология? К сожалению, в последнее время политология как-то стала дробиться на тьму самых различных политологий. Например, одни говорят, что политика – это искусство спектакля, постановочное, пиар-технологии и так далее. Да, есть в этом доля истины. Другие наставят на том, что всегда за этим скрытые манипуляции. Ну, то есть политика как некая теория заговора и заговоров. Другие говорят, что, ребята, давайте-ка вернемся мы к древним мудрецам и посмотрим, а что же это на самом деле такое политика. Отчего государства, как неразумных граждан, неразумных подданных и неразумных правителей, отчего они впадают часто в глубочайшие депрессии? Люди начинают бежать из этих государств, начинают эпоху смуты умов, а потом и смут политических и социальных. За примерами ходить не надо. Вон, посмотрите, что творится в соседних странах, что творится на Ближнем Востоке и во многих других точках планеты. Чтобы разобраться в том, что такое власть избирателя и власть измираемых, чтобы понять, почему древняя такая, это приписывают и Черчилль, и другим, на самом деле это очень древняя максима. Каков народ, такова и власть. Какова власть, таково и будущее этого народа. Вот, чтобы разобраться во всех этих системах избрания избирателями, а вот в последнее время все эти дебаты, какая система, традиционная, грубо говоря, партийно-списочная, или, скажем, неноминальная, имеется в виду, что избирается конкретно какой-то человек по какому-то округу, вот, или смешанная система. Мы пригласили политолога профессионального, не у нас новоявленных пруд-пруди, вот, таких не так уж много в нашей стране, и вот один из них молодой, очень многочитающий, очень много думающий, очень много анализирующий, и преподающий это, еще и студенческая аудитория, и по мере возможностей через телевизионный экран. Итак, у нас в гостях Корнелий Чуря, ученый-политолог, и, я бы сказал, и практик. Здравствуйте. Ну, что я тут, Корнелий, что не так наговорил чего-то, или, может, что-то так, что-то не так, как ученый-политолог, как ты смотришь на происходящее. Вот последняя борьба, там, за смешанную систему, или за старую систему, или за новую полностью, так сказать, как говорят, неноминальную, или одномандатную, объясни, вот, как ты видишь. С точки зрения, для начала науки. Ну, как мне кажется, я не стопроцентный ученый. Конечно же, я преподаю, потому что ученость предполагает определенную нейтральность. Все-таки я вовлечен во все эти политические события, я их больше комментирую, нежели анализирую, и тем самым как-то у меня есть определенный фон. Создаю фон, он благоприятствует одной точке зрения, в данном случае одномандатной, но, в конце концов, смешанная система. И я себе в последнее время, кстати, задаю этот вопрос, насколько возможно вот все эти события рассматривать не с точки зрения человека, который вовлечен в эти события, и у которого неминуемо есть точка зрения за или против, а вот именно как ученый, это человек все-таки, который по Аристотелю в состоянии подняться над градом, над крепостью. И главное быть беспристрастным, ну, теоретически. И попытаться, да, кинуть или иметь взгляд на все вещи беспристрастный, который смотрит, так и говорили греки, извне крепости. Который смотрит на крепость, но он смотрит извне. Если политика это то, что происходит в полисе, а полис это крепость под тем, то это взгляд на полис из вне полиса, из вне города, из вне государства. Да, ну, конечно же, я меньше претендую на это, но я ищу в нашем обществе вот такое сообщество, которое было бы в состоянии это делать. К сожалению, наши нынешние дебаты показывают, и вы абсолютно правы, что политологи, то есть люди, которые могут смотреть научно, а значит, аксиологически нейтрально, ценностно нейтрально смотреть на происходящее политическое вокруг нас, их практически нет. То есть... Ангажированность... Ангажированность это неплохо, я повторюсь. Конечно, иначе ты не боец. Это позиция, кстати, как называется ваша передача, это ты в обществе обязан занять какую-то позицию и защищать определенную точку зрения. Но наше общество выдумало эту касту ученых. Их раньше не было вот в таком, скажем, профессиональном масштабе. Раньше были философы, которые думали, они были где-то вне общества, а вот сейчас наше современное общество заставляет вот этих ученых быть не экстра-мурос, не вне стен, а они должны в то же время присутствовать рядом с теми, которые ведут разговор и модерировать эту дискуссию. И направлять ее в нужное работодателям отношения. Ну, не работодателям. Вот я это как раз хотел... Жить-то на что-то надо, батенька. Я вот приведу вам пример, чтобы вы поняли, как это функционировать конкретно вот в нашем обществе молдавском во время дискуссий. То есть, чтобы я понял, как ты понимаешь. Да, и наши зрители, чтобы в то же время поняли. Значит, началось это обсуждение вопросов об избирательной системе, и сразу же общество было поляризировано. Этих политологи исчезли. Практически нейтральной позиции не было. Было только за и против. И вдруг вот появился донор, например, UNDP. Но, к сожалению, это произошло на днях, вот совсем недавно. И он сказал, ребята, а что вы так ругаетесь? Желательно, чтобы были культурные дебаты, как написано в учебниках по демократии, и чтобы была делиберативная демократия. Вы обсуждали мирно, красиво. И он, этот донор, выдал деньги. И сразу же эти деньги пошли к организации, которая ранее занимала непримиримую позицию. Они сказали, ребята, повестка меняется, платят за другое. Да, уже платят за другое. И они начали участвовать. Но тут появляется проблема того, что вот эти новоиспеченные модераторы, которые вдруг стали нейтральными, они раньше свою позицию высказали. То есть их, скажем так, доверие к ним очень низкое. То есть желательно, чтобы вот эти политологи, это каста избранных, задача которых оценить ситуацию, понять ее критичность. И в то же время, так как они уже не находятся вне, они находятся внутри, влиять на эту ситуацию, направляя ее в рациональное русло, потому что рациональность сейчас считается как бы кредом квинтэссенции научности в наших кругах. Ну да, Чикагская школа экономики. Она, конечно же, научность, она отошла от греческих канонов, она философствование, она стала более американизированной, более идеологизированной в либеральной этой парадигме, парадигме открытого общества, в которых происходит открытое обсуждение. Но на основе аргументов, рациональных, убедительных аргументов, в этом смысле мне нечего себя как-то обвинять, мне в чем себя обвинять, потому что я считаю, что я участвую в этой беседе на одной стороне, но я пытаюсь аргументировать как можно рационально. Но я не вижу этих модераторов, вот этих ученых, интеллектуалов, которые бы сказали, ребята, давайте наши сгладим углы, найдем общую позицию на базе какой-то рациональности. Дело в том, что вот здесь в данном случае, опять же, буду говорить как логик, как ученый, математик и философом пришлось стать Воленс-Ноленс. И есть только одно единственное, что может сблизить, или оно часто и раздвигает по разные стороны позиции. Дело в том, что люди живут в мире воображаемого. Чаще всего рядовой человек, он не может во всем разбираться, во всем вникать, много ему кажется неважным и так далее. Вот, и человек живет в мире воображаемого. Вся философия родилась из мифа. Тут доказывать нечего, это признали сами древние греки. А уж они были мифотворцами, ой-ой-ой. Китайцы со временем пришли к такой же точке зрения, и многие остальные. Так вот, оказалось, что вот эти воображения, вот мир идей, скажем так, попроще, эти воображения все исходят из понятия совершенства. То есть, вот, какой должна быть справедливость, какой должна быть человечность. Это вот, что ни возьми, какую религиозную систему, политическую доктрину, что ни возьми, везде в явном или неявном виде присутствует идея совершенства. То есть, то, к чему надо примиться, то, ради чего стоит жить, действовать и так далее. Вот это понятие совершенства. И Фрэнсис Фукуяма, который не просто так ученик Гегеля, хотя Гегеля давно нет, но он его ученик, ну и потом в последнее время Фарид Закарея, они все, хочешь или не хочешь, пляшут от идеи совершенства. Для Гегеля совершенством была прусская монархия. Профессор, значит, из Пруссии, ну, естественно, видел так. Для Фрэнсиса Фукуямы, вот, уже уходящие, по-моему, в прошлое, вот эти вот концепции такого жесткого, ничем не ограниченного глобализма, да? Вот, Фарид еще на этой точке зрения. Но мир показал современный, что этих совершенств много. Совершенства у христианина одно, у мусульманина другое, у буддиста там третье, у индуиста четвертое. И вот эти совершенства должны... А вот у Фомы, неверующего теиста, там у него свое совершенство. И вот среди мир сейчас сталкивается с тем, что вот эти совершенства столкнулись друг с другом. Один так вот видит, мир должен быть вот таким, и будущее соответствует, а другой видит по-другому. И вот создается впечатление, пока все эти наши иллюзии и все наши понятия о совершенстве не научатся уважать друг друга, коммуницировать друг с другом, считаться с друг другом, мир будет все время на грани конфликта. Потому что реальность, это есть единственное то, что все вот эти виды доктрины, представления и так далее, о политике, об экономике, о социальной жизни, они все упираются в одно, в эту жестокую, суровую реальность. И вот это мир воображаемого, как говорят, значит, идеальный мир и так далее, а мы все в нем, хочешь не хочешь, воспитанием живем в нем, у нас свои понятия о достоинстве, о чести, о благе, о добре и зле. Вот как ты считаешь, вот это, то, что Трамп в Конгрессе сказал, изумил всех, он сказал, я не нанимался быть президентом всего мира, я нанимался быть президентом Соединенных Штатов Америки. Если по-хорошему говорить, это означает конец вот старого монополярного мира, потому что Меркель тут же сказал, ну ладно, говорит, будем взрослеть. То есть в мире стали выдвигаться, вот мало кто обратил внимание в ШОС, уже вошли Пакистан и Индия. То есть в мире что происходит? Вот эта однополярная конструкция, с ней начинает что-то происходить, она размывается. А как быть людям? Ведь часто, пусть однополярная конструкция, пусть жесткая, пусть справедливая, несправедливая, но она гарантировала какую-то устойчивость в порядок. Как только появляются несколько полюсов, начинаются новые напряжения, и в мире становится неспокойно. Как ты смотришь, вот с точки зрения именно науки о власти? Потому что это все власть. То, что происходит в последнее время. Борьба за власть. И вы уже сказали, эгоизм Америки, кризис в Евросоюзе, Brexit, наши, скажем так, наши проблемы Молдовы и Украины после подписания соглашения об ассоциации. Это все, ну я уже не говорю про Ближний Восток, это все моменты, связанные с тем, что я в каком-то смысле воспринимаю как возвращение политологии в ее истинном виде. В том виде, в котором политология всегда рассматривалась как трезвый взгляд на вещи. Потому что до сих пор, и вы говорили про книгу Фукуяма, мы имели дело с определенной ширмой. То есть пиаристикой с определенным сценарием, который был нам преподнесен как истина в последней инстанции. И этот сценарий говорил о том, что существует один мир. Вы сказали, однополярный. И с соответственным спектаклем, шоу и так далее. Это был, конечно же, искусственный подход. Скажем, политологи старой традиции, старой закалки, они не восприняли вот это видение. Скажем, старой закалки я называю политологи из России, из Китая. То есть это утверждение Фукуяма в том, что мир закончился и установился мировой порядок. Либеральный порядок, в котором могут внутри происходить незначительные изменения. Но мир практически достиг своего совершенства. Он с точки зрения многих политологов не состыковывался с реальностью, с тем, как эта реальность воспринимается в большей части этого мира. Поэтому вот сейчас мы возвращаемся к эгоизму, к реализму, к тем, что европоцентризм критикуется. И все это моменты, которые делают, чтобы политология возвращалась. Что реализм, понимание того, что власть и сила, это, не скажем так, не невинные и доброжелательные моменты, а это моменты даже связанные с сакральностью, которые приводят и к хорошим, но и к плохим результатам. То есть мы сразу вступаем в самые глубокие человеческие, самые глубокие ценности, культурные. Вот это цивилизационный кризис. И тут политология, как ни странно, вновь начинает быть востребована. Политология вместе с геополитикой. Науки, которые, в принципе, до сих пор были маргинализированы. Ведь какие науки до сих пор торжествовали вместе с Фукоямой? Это экономисты. Потому что было предложено экономицентрическое видение мира в том, что рынок все завоюет и все проблемы разрушает. Это юристы, которые говорили о нормах и о правах человека как единственной парадигмой демократии, о правах человека. Вот то, что, кстати, мы сейчас обсуждаем... И куда студенты больше всего учатся на экономический и юридический? Понятно, потому что это были самые ходовые, скажем так, самые в моде профессии. И вот пиаристики, журналисты, публичная коммуникация. Третья, куда повалил народ. Тоже. Вот эти профессии были самыми востребованными в сфере социальных наук. Теперь все-таки ожидается, что тренды поменяются. И вот этот более трезвый взгляд на мир, он восторжествует. Кстати, мы это видим у самого Фукуяма. Все-таки мы заложники его бывшей книги о конце истории. Да, о конце истории. Но после этого Фукуяма начал писать другие книги. Я вынужден их читать, так как я преподаю. И я тоже следил за его. Я еще в Китае следил за его продолжением. Да, и одна из последних его книг называется State Building, the World War in the 21st Century. Значит, государственное управление. Вот примерно так она приводится. Даже не управление, а, скажем, строить, государственное строительство, по-русски, если да. Мировой порядок в 21-м столетии. И вот там Фукуяма, в принципе, приходит к неожиданным выводам. Он говорит о том, что да, я прорекламировал, ну это вытекает из книги, я прорекламировал конец истории. И это означает, что все вот эти государства из нашего региона должны были развиваться очень хорошо, идти без проблем вперед. Но, как оказывается, я объявил этот конец истории, я объявил оптимистические ходы истории. А на самом деле они двигались плохо. И я должен объяснить, теперь он чувствует ответственность. Можно, на секунду, Ткачук вот написал книгу, а я написал ей послесловие. И вот там он интересно говорит, что, говорит, Фукуяма имел в виду конец истории в плане, вот, как ты говоришь, оптимистическим. А тут, говорит, запахло концом истории вообще. Да, и мы это все понимаем. Да, можно поставить жирную точку в определенный момент. И Фукуяма изменил свое видение. Он говорит, он поставил себе вопрос, а почему вещи идут не так хорошо? Наверное, тут проблема хорошего управления. Наверное, государства плохо себя управляют. И что, и тут, так как он все-таки японец, он американец, но японского происхождения, он расходит с доминантной точки зрения. Он говорит, хорошее управление, это не обязательно демократия. Могут быть авторитарные государства, которые могут управлять собой намного лучше, чем демократические обществы, которые... Да, и поэтому вот Фукуяма, он как-то, с моей точки зрения, как политолог, он себя реабилитировал. Он раньше впал вот в это болезнь, болезнь оптимизма, которая не характерна для настоящих политологов. Но сейчас он возвращается к реализму и начинает задавать жизненно важные вопросы для всего мира и для нашего региона. Спасибо. И вот если мы начали с того, что политика нас опять достает, опять какие-то движения, для одних людей понятные, для других непонятные. Значит, там что говорит венецианская комиссия, она говорит то, что должна говорить, потому что комиссии, они не создаются откуда-то, они тоже на какие-то деньги существуют, какие-то задачи решают, выполняют. И возникает такой вопрос. Похоже, что сходятся на вот таком консенсусе, что если старую систему грохнуть, это тоже, как говорится, да и на это, и, кстати, тоже Евросоюз на это смотрит, с большой опаской. Вот, униеноминальная система, с другой стороны, это система известная и в Англии, вот, в Соединенные Штаты, там смесь как раз и партийная идет, там же не зря есть конгресс, и есть, значит, палата представителей, конгрессмены высылают, считаю, это униеноминал, они представляют Штаты, регионные территории, другие идут по спискам партий и так далее. Значит, то есть, это фактически тоже смешанная система, только она двухкамерная, тут получается, что хотят соединить в одном зале, чтобы были представители вот этих, как бы, двух различных систем. Что поможет нам, что помогает, чем помогает нам вот такая система? Вот ты видишь, потому что иногда вот такие паллиативы, что часть так, часть эдак, могут быть чисто экспериментальными, а в какой-то степени не оправдываются истории других стран. Как ты видишь, вот для Молдовы, ведь не секрет, что людям вот так эти партийные системы надоели и так далее, но с другой стороны, куда не деться эти системы, пока что они как бы подтверждают свою живучесть, я знаю, какие-то задачи позволяют решать, конкуренция международная и так далее. Вот, с другой стороны, незнакомая, как бы, для нас вот эта форма, которая идет от Англии, идет от Соединенных Штатов Америки, других некоторых странах есть. Вот, как ты видишь, для Молдовы, вот чем это может оказаться полезным, и какие дивиденды дает вот эта вот смешанная, вот эта система, часть от старой и часть от новой? Ну, мы используем, защищая смешанную систему и частично одномандатную систему, мы используем старые классические аргументы, которые идут еще от англичан, да, от классической демократии, но не греческого типа, а английского, французского, в варианте Лока-Руссо, то есть Монте-Скё, то есть соотношение между избирателем, вот с этого мы начали, и избираемым. Что такое депутат? Он имеет право представлять свой народ, между ним и народом есть какая-то связь, она чисто символическая, магическая, или она реальная, это мандат, который на самом деле народ вручает депутату. Он легитимизирует, передает ему свою харизму, ауру и свою как бы власть. Да, и тут, конечно же, очень много ответов уже были даны, но мы исходим из классического ответа, который изначально давался многими, что депутат, он на самом деле приобрел этот мандат. Этот мандат, у него нельзя, в принципе, хорошо, был аргумент, что можно отбирать, но это реальный мандат, который ему был вручен, он легитимен, и он имеет право, депутат, принимать решение, как представитель всего суверенного народа. И второй аргумент, это то, что между депутатом и этим народом должна быть создана какая-то более тесная связь или с частью народа, потому что и депутат, часть депутатского корпуса, и народ, который его голосует в округе, часть всего суверенного народа. И вот так частями создается весь парламент. Вот этот аргумент, который давно использовался, мы предлагаем обществу и в принципе он неплохо был воспринят. И, скажем, и партиями, две доминирующие партии, социалисты и демократы, с этим согласились. И очень большая часть населения с этим согласилась. Конечно, есть и те, которые вполне возможно по конъюнктурным мотивам, правые непарламентские партии, там есть и на левом фланге, они не воспринимают эти аргументы, они хотят держаться за статус-кво, считая, что вот статус-кво, пропорциональная система, которая сейчас у нас есть, она гарантирует определенную стабильность. Они признают, что она плоха, но лучше вот эта ситуация, чем неизведанная, чем чем-то новая. Что-то сомнительно, чтобы партии, которые находятся вне парламента, ратовали за стабильность. Известно, что коньком, во всем мире, я не говорю о нас, везде так. Если партия находится вне парламента, для нее важно, чтобы в обществе было какое-то брожение, протесты, потому что только на этом гребне они могут попасть в парламент. Вот как ты смотришь? Да, так оно и есть. Но я уже сказал, что вот эти критики, изменение избирательности системы, они довольно конъюнктурно к этому подходят, и они позиционируют себя против власти. Не важно, какую позицию занимает власть. Главное быть против нее. Но и здесь вот, мне кажется, вы правильно затронули вопрос по Венецианской комиссии, которая выдала вот это заключение. Насколько заключение Венецианской комиссии, я возвращаюсь к теме нашей передачи, оно экспертно. Насколько вот это, это, это видение, это видение, оно политологично. Потому что понятно, что они высказались по поводу политического вопроса. И мы ожидали от Венецианской комиссии очень профессионального, нейтрального и экспертного заключения. Но там живые люди работают. Да, но наши стандарты слишком высоки, конечно. Должен сказать, что с моей точки зрения очень профессиональный был анализ законопроекта, были высказаны с юридической точки зрения. Опять-таки, исходя из их стандартов. То есть они мерили своей линейкой, своими традициями, своей культурой. То есть сейчас уже как бы прямой связью между политическим актом и ценностью, нету между политическим актом, политическим действием и ценностью, идеей, той идеей совершенства, о которой вы говорите, есть, скажем так, другое звено, стандарты. Стандарты, которые в идеале эталоны, которые должны отражать ту ценность, о которой вы говорили. Но мы уже используем эти стандарты, забыв очень часто про ту ценность. И мы их используем автоматически. Вот мне кажется, большой ошибкой вот в этом анализе, который был проделан Венецианской комиссии, это то, что они за костенелым стандартом меряют живую реальность. Совершенно верно. Они и политологи скажут, что это был не чисто экспертный анализ. Конечно же, в нем закрались политические предпочтения, но они были завуалированы вот теми стандартами, которые были использованы. Явно или не явно, они в головах тех, кто писал, присутствовали. Да, какие это были стандарты? Это, конечно же, стандарты связаны с явным их предпочтением пропорциональной системы, которая до недельного времени была доминирующей в Европе. И вот я считаю, что нельзя так анализировать запоконопроект, когда все положительные аргументы в пользу системы отметаются, говоря о том, что извините, но есть много, нельзя автоматически брать пример Германии, Франции и использовать его в Молдове, что верно, но в то же время они говорят, но обратите внимание, есть очень плохие примеры Грузии и Украины, и вы должны обязательно обратить внимание на эти примеры, что показывает, что смешанная система плоха. То есть, хорошие примеры Германии и Франции, они неубедительны, потому что они находятся в другом мире каком-то, не в нашем. А вот примеры и Грузии, и Украины, они для нас обязательны, потому что они вот так к нам имеют прямое отношение. Мне кажется, здесь существует определенная однобокость, тем более, что она противоречит самому подходу Европе к Молдове, ведь все, что мы сейчас делаем, все наши реформы, это перенимание хороших практик с Запада, на нашу очень непростую почву. Причем, очень часто это происходит автоматически, и никто на это как бы внимания не обращает, что мы просто перенимаем практики и пытаемся их внедрить, укоренить у нас. Знаешь, что случается, когда какая-то, мы же и о культуре говорим, и о политической культуре, и людической, и логической и тому подобное. И что получается? Вот представь себе, вот у тебя каменистая почва, и там и болото, и мы берем культуру, которая, ну, пшеница, сорт там, или там еще чего-то, которая выращивала столетиями на возделанных каких-то полях, которые тоже прошли через разные стадии проблем, и, наконец, это у стакана. Мы берем эти сорта, выращенные в красе, и садим на вот этот чертополох, перерезаем, что из этого? Пурлок получится. Мы видели вот в Советском Союзе вот после развала началось было, вот, ребята, сейчас вот демократические нормы, стандарты, и все это у нас пойдет и заработает. А не заработало, а чертополохи пошли, а пошли какие-то такие монстрозные формы псевдодемократических, что ужас. Да, но я здесь хочу сделать одну ремарку. ребята, которые нас меряют своими стандартами, кстати, это относится не только к политическим стандартам, вот нас сейчас дрючат все и мучают, у вас неправильные там эти самые сельскохозпродукты, у вас правильные, а ваши с кучей нитратов, пестицидов, гербицидов, геномодифицированы, но они сертифицированы, вот я опять говорю, что потерялась связь между правильностью и стандартом, неважно. И стандартом, и реальностью. Ну да, стандарт, главное, чтобы был стандарт, чтобы продукт был сертифицирован, каков он на самом деле, хороший или хороший. И как он соответствует этой конкретной реальности, никто об этом не хочет думать. Да, но мы живем в этом мире, и вот исходя из этого, я бы как-то хотел такое заключение, может быть, преждевременное сделать, что, возвращаясь к этому анализу, Венецианской комиссии, в принципе, он доказывает, что политологии в чистом виде не может быть. Она в любом случае, и мы живем в этом времени, заражена, она заражена определенными бактериями политического характера. Естественно, Венецианская комиссия выразила в своем техническом анализе определенное видение Евросоюза даже, и, возможно, парламента Европы на этот вопрос. И она попыталась, вот политолог сегодня, он вынужден, в принципе, я должен признать, что я этим занимаюсь, как-то совмещать, создавать мир между своим чисто индивидуальным позицией, своей индивидуальной позицией, которая политизирована, и стандартами своей работы, которая требует от него нейтральности. и вот получается какой-то сложный симбиоз, который вызывает массу вопросов. проблемы и у современного историка. Он должен, ведь, вот я, как логик, математик, я привык к чему, что, значит, нету треугольника красивого, некрасивого, нету квадрата злого или доброго, нет оценочных суждений. Это, вот, наши науки, они четко, все проверяются, верифицируются на экспериментах, на компьютере, на чем хотите. Точная наука. Точная наука. Там можно абстрагироваться. Как только мы входим в область, которая связана с историей, уже начинаются большие проблемы. Уже как на кого и чего смотреть зависит от историка, ну, историка, как Воленс-Ноленс, продолжателя чьей-то политики, чьего-то пиара и так далее. То же самое относится, как мы видим, и к юриспруденции, и к политологии, и даже к политэкономии, к экономике как таковой. То есть, вот эта ситуация, которая сейчас сложилась в Молдове, как ты считаешь, вот эта система, микс, смешанная система, она позволит нам, допустим, я, например, усматриваю, что это нас несколько будет сближать, с левым берегом. Я так думаю, потому что, если мы предположим, что там будут избирательные участки, то граждане нашей страны, а я нацию понимаю, как гражданскую, состоящую из различных национальностей, а учитывая, что на левом и правом берегу мы все преднестровцы, хотим мы того или нет, только не слева, у нас очень похожие, ну, скажем, мы по происхождению, братья-сестры, там, по национальному составу, по многому, чему мы с ними сходим. Вот, мне кажется, что вот эта система смешанная, она в какой-то степени решает вот сближение берегов. У меня другой аргумент в этом. Что еще? Что еще? Да, вот, я считаю, я возвращусь к вашей идее о чертополохе и о том, что... Не то посадил, не то выросли. Мы посадили то, что посоветовали, но на нашей земле оно не выращивает. Вот, вы абсолютно правы, перенимание этих хороших практик, стандартов на нашу землю, оно не дает обычно положительные результаты. И именно из-за этого и в этом состоит аргумент изменения. И избирательная система мы должны экспериментировать. Мы не знаем, какие хорошие практики. Мы перенимаем хорошие практики, западные стандарты, но мы видим, что они не дают те всходы, которые дают на других землях, обетованных землях. И поэтому мы должны постоянно менять и искать нужный вариант, удачный вариант для нас. Да, мы не знаем, я смело могу сказать, у нас нет гарантии, что смешанная система или одномандатная система даст результаты лучше, чем пропорционально. Но, по крайней мере, есть аргументы в пользу того, что она может дать лучшие результаты. И поэтому мы обязаны попробовать, посмотреть, и потом, вследствие оценки результатов, которые будут, и мы их увидим, мы сможем изменить, если нам не понравятся те результаты. но сам процесс динамичного постоянного изменения правил ввиду того, что вот эта реальность всегда показывает, что простое автоматическое перенимание европейских практик, западных практик не дает оптимальных результатов, оно обязательно. И в этом суть этого аргумента. Нужно находить аргументы в пользу нового, нужно это новое внедрять, и потом это новое нужно постоянно корректировать. И скажем так, что если вот это топором все старое снести одним махом, и опять революционеры, и опять мы все сотрем и по-новому, мне все-таки представляется, что вот эта смешанная система, вот которая похожая вот дело идет к ее принятию, это значит частичное сохранение опыта прежнего и введение опыта нового. Страна нуждается в переменах, и перемены нельзя производить революционным путем, а надо искать какие-то степ-бай-степ ходы, методами проб и ошибок куда-то все-таки двигаться в положительном направлении. Ну что, передача наша заканчивается, два слова, Корнелий, что бы ты хотел нашим, мы говорили об избирателях и избираемых, что бы ты хотел сказать или избирателям, или избираемым на прощание? Ну, есть в политологии такой известный человек Джованни Сартори, он представитель тренда элитной демократии, и он говорит, что избиратель не выбирает, не принимает решения, избиратель всегда выбирает того, кто будет принимать решения. единственная возможность избирателя изменить ситуацию, это выборы. Потом придумали еще какие-то другие моменты, они всегда есть, но вот это, мне кажется, один из основополагающих элементов демократии, что избиратель не выбирает того, который не влияет и не принимает решения. У избирателя есть такая минорная роль выбирать тех, которые принимают решения. И, следовательно, избиратель должен быть очень ответственный к своему выбору. Особенно в моменты выборов. Помня то, что потом ему трудно будет влиять на власть. Спасибо большое. Дорогие соотечественники, с нами был Корнелий Чуря, человек, который профессионально занимается политологией, который читает лекции, ведет занятия, следит за всеми изменениями, которые происходят в мире идей, в мире людей, в мире избирателей и избираемых. Я думаю, на мой взгляд, он достаточно внятно и понятно показал, какие существуют тренды современной политики, современной политологии. Что это не только пиар, это не только спектакль, это не только аферы, но это то, в чем на самом деле реально нуждается наше общество. И если человек хочет выбросить себя за стены города, он может это сделать, но он тогда попадет в чужой другой город, не тот, в котором он родился. И этот город обустраивать надо нам всем. Город это полис, а политика это искусство управлять, управление и жизни в этом городе. Итак, мы говорили об смешанной системе избирательной. Смешанная избирательная система это, видимо, палеотив, не знаю, насколько он временный, но это один из способов менять нашу политическую жизнь и каким-то образом сближать оба наших берега и оба наших полушария. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Баршевич. КОНЕЦ